Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем YouTube канале и сегодня я продолжаю делиться с вами содержимым моего обожаемого бьюти киса и в этот раз мы остановимся на коллекции моих теней, о которых вы меня очень просили рассказать и которые я вам сейчас с удовольствием покажу. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересного. Вот так вот выглядит моя скромная коллекция теней для глаз. Здесь у нас большие палетки от Urban Decay, от Smashbox, от Anastasia Beverly Hills, палетки от марки Bobbi Brown различные, лимитированные, палетки Chanel, MAC, однушки от Nars, Dior, кремовые тени, палетка от Make Up For Ever, опять же, монотени и три палетки от марки Givenchy. Сейчас будем подробно все это открывать и рассматривать. Итак, начнем, пожалуй, с больших палеток. В данном случае это палетка от марки Urban Decay, это коллаборация с потрясающей Gwen Stefani. О данной палетке я делала отдельное видео, если вам будет интересно, ссылочку я оставлю. Вот так вот палетка выглядит внутри, 10-15 совершенно потрясающих оттенков разных, как классических, так и совсем-совсем таких хулиганских, опять же, как матовой, так и с легким шиммером. Палетка потрясающая, палетка универсальная и пройти мимо подобной коллаборации я, конечно же, не смогла. Следующая палетка это палетка Full Exposure от марки Smashbox, она вышла чуть больше года назад. Палетка достаточно классическая, сейчас посмотрим на оттенки. Вот так вот выглядит данная палетка внутри, цвета очень-очень приятные, также в комплекте есть двухсторонняя кисточка для нанесения данных теней. Здесь очень красивая как гамма бежевых теплых, так и гамма серых холодных. Соответственно, нижний ряд это у нас матовые оттенки, а верхний ряд это оттенки с глиттером, металлик. Следующая палетка это Страсть всех бьюти-голиков и бьюти-маньяков, это Modern Renaissance от марки Anastasia Beverly Hills. Про эту палетку я также делала обзор в отдельном видео про средства для макияжа, которые я привезла из своей поездки по Америке. Мимо этой палетки также не смогла пройти, потому что цвета достаточно уникальные. Здесь совершенно потрясающие гаммы красных и розовых оттенков, и мне очень понравилась вот эта вот гамма желтых и песочных. В принципе, и то, и то я достаточно активно использую для собственных макияжей. Палетка действительно хороша, очень приятные оттенки, очень хорошо все растушевывается. Практически все уже использовала, и часть из них сатиновые, часть матовые, несколько с небольшим шиммером. Очень-очень необычная палетка. Это такое мое последнее приобретение, приобретение немножко импульсивное, но, честно говоря, я о нем ни капельки не жалею. И здесь также в комплекте идет такая вот двухсторонняя кисточка для нанесения данных теней. Вот эта вот лимитированная палетка от Make Up For Ever была одной из первых палеток теней, которые у меня появились. Сейчас посмотрим, какие там оттенки внутри. Данная палетка была новогодняя, и она мне действительно понравилась. Такими своими достаточно универсальными цветами. В принципе, я понимаю, что все эти цвета подходят мне, и все я могу достаточно активно использовать для своих макияжей. И также здесь есть вот такой вот малыш, черный карандаш в комплекте для того, чтобы сделать полноценный макияж глаз, чтобы можно было нарисовать стрелочку, либо растушевать смоки. Следующая серия из трех палеток. Это моя коллекция палеток от марки Bobby Brown. Одна из них, вот эта вот, является лимитированной. Остальные две базовые. Все мне очень-очень нравятся. Сейчас будем открывать и смотреть. Вот они все три палетки в открытом варианте. Вот эта вот верхняя, самая большая, это рождественская лимитка. Здесь очень много таких вот красивых шиммерных оттенков, теплых золотистых. И при этом есть черный и темно-серый, с помощью которых можно сделать совершенно потрясающе элегантные смоки. И вот эти две палетки более классические. На первый взгляд кажется, что они друг друга повторяют. Нет. Здесь нет ни одного повторяющегося оттенка. Если присмотреться ближе, вы посмотрите, что оттенки все-таки разные. Да, они обе классические, обе универсальные. Любую из них очень удобно брать с собой в поездку. В каждой из палеток присутствует кисточка. Вот в больших палетках кисточка двухсторонняя, в маленькой, в четверушке. У нас вот такая вот малышка кисточка от Bobby Brown. Все палетки очень неплохо скомпонованы. Здесь присутствуют как матовые оттенки, так и оттенки с металликом, с таким активным шиммером для вечернего макияжа. И плюс обязательно есть темный оттенок, с помощью которого мы можем нарисовать стрелку, либо использовать его для растушевки смоки. Айс. Следующие мои две палетки, это палетки теней от Chanel. Классические четверки шанелевские. Вот они одни. Одна из них такая вот очень приятная, классическая, очень похожая на знаменитую палетку от Tom Ford. Тоже четверку, которая прям совершенно потрясающе подходит для такого универсального вечернего макияжа. И вторая, мимо которой не смогла, конечно, пройти, это первая палетка от L'Eau de Pique от креативного дизайнера коллекции макияжа Chanel. Это палетка вот таких вот четырех матовых оттенков, которая вышла осенью 2016 года, которую найти было невозможно, из-за которой я, честно говоря, гонялась по всей Европе. Палетка совершенно потрясающая, использую ее с удовольствием вместе с карандашом для глаз из этой же подводки оттенка Eros. Также у меня еще есть вот такая вот палеточка от Clorans, достаточно классических оттенков. Вот так вот выглядят оттенки внутри. В принципе, по цветам очень близка, опять же, к палетке классической от Chanel. Цвета мне эти очень подходят, цвета подобные люблю. Они позволяют сделать такой вот очень классический элегантный макияж, как дневной, так и вечерний глаз. Здесь кисточки нет, здесь такой двухсторонний спонжик. Для нанесения, в принципе, ну, я, как правило, спонжиками редко пользуюсь. Я использую либо пальчики, либо все-таки кисти. Это одна из моих самых любимых палеток по оформлению. Это палетка от марки MAC. Это коллаборация с известным художником Graffiti. Совершенно потрясающая вот такая вот палетка, мимо которой, конечно же, я не смогла пройти. Из этой же коллекции у меня еще есть зеркальце. Вот, кстати, оно, зеркальце и палетка из одной коллекции, маковской, совершенно потрясающей. Я такие штуки прям очень-очень люблю. Вот так вот выглядит палетка внутри. Здесь также маленькая кисточка маковская и вот такие вот оттенки. Верхний ряд розовых и нижний ряд золотистых. В принципе, тоже достаточно классическая палетка, с помощью которой можно сделать очень необычный макияж. Ну и классический, конечно же, тоже можно сделать легко. Вот так вот выглядят данные палетки внутри. Здесь, честно говоря, просто какое-то буйство красок. Они очень смелые, цвета очень яркие. Желтые, зеленые, розовые, бронзовые. Вот эта вот палетка такая специально пастельных оттенков, тоже очень нежная. А это у нас весна и осень. Две палетки лимитированные, которые выходили в марки Живанши. И, в принципе, вопрос с цветом и с какими-то такими яркими радикальными макияжами у меня тоже благодаря этим палеткам закрыт. Из палеток это все. Остались у меня теперь однушки. Давайте посмотрим их, как кремовые, так и пудровые монотени. Сейчас мы быстренько-быстренько с вами по ним пробежимся. Вот так вот выглядит моя коллекция пудровых однушек от различных марок. Это вот такой вот нежно-нежно желтый от Lancome. Вот это вот потрясающий шиммерный зеленый из коллаборации марки Estee Lauder дизайнером Виктория Беком. Совершенно потрясающий для вечернего макияжа, не смогла пройти мимо. Вот это вот однушка от Bobby Brown, совершенно потрясающего фиолетового цвета. Покупала ее под платье соответствующего оттенка для того, чтобы делать макияж. Это классическая однушка от Dior в оттенке грыже. Такой вот нежный-нежный розовый. В этом же оттенке есть помада, в этом же оттенке есть лак и карандаш для губ. Такой совершенно нейтральный классический розовый для базового такого дневного макияжа. И это оттенок Persia, монотени от Nars. Безумный оранжевый, мимо которого не смогла пройти, влюбилась в него. И, вы знаете, периодически его использую. И очень-очень классно он смотрится на веках. Очень пигментированный, оранжевый, красивый оттенок. Из также пудровых монотеней у меня есть два оттенка от MAC и один от NYX. От NYX это у нас вот такой вот светло-бежевый. Тоже для базового макияжа. Это когда я подбирала себе тени для нюдовых макияжей. Вот мне очень захотелось такой вот матовый-бежевый оттенок. И от MAC это два классических. Это House и Quarry, который, в принципе, достаточно близок к House. Сейчас открою, покажу. Вот они два оттенка от MAC. Вот этот вот у нас Хаукс, а вот этот вот Куари. Вот этот вот чуть похолоднее. Видите, разница все-таки есть. На самом деле на глазу тоже она видна. Пользуюсь ими часто. Конечно же, незаменимый вот этот вот Аукс, которому пела дифирамбу Лена Крыгина. И с помощью которого совершенно легко прорисовать складочку верхнего века. И он ложится такой вот очень-очень естественной тенью на ваш глазик. Вот так вот выглядят мои кремовые тени. Четыре оттенка от Maybelline. Два базовых и два достаточно ярких для достаточно смелых макияжей. Тени очень классные, очень хорошо тушуются, наносятся с помощью пальчика элементарно и держатся целый-целый день. И вот такой вот очень приятный золотистый. Чуть-чуть подсох и лопнул, но от этого он стал не хуже. Это такие вот тени от Inglot кремовые. Они чуть светлее. Вот эти вот, соответственно, от Maybelline, они получаются более бронзовые, более темные. А вот эти вот они такие более золотистые, базовые. Очень классно для того, чтобы сделать подложку под глазик. В принципе, самый простой макияж. Такой вот один из самых простых, моих самых любимых. Это вот это вот я наношу на все подвижное веко. И дальше с помощью вот этого вот Хаукс я прорисовываю складочку верхнего века. И у меня получается такой вот классический базовый дневной макияж. Ну вот как-то так выглядит моя коллекция теней. Я понимаю, что теней у меня много. Больше, наверное, чем нужно любому нормальному человеку. Но вот я бьюти-маньяк. Понимаю, что пора уже останавливаться. И вот эта вот палетка Modern Renaissance от Anastasia Beverly Hills стала такой вишенкой на торте. В принципе, это была последняя палетка, приобретенная мной. И я понимаю, что на данный момент приобретать какие-либо еще палетки теней для век мне бессмысленно. Потому что у меня их и так огромное количество. Цветов много, цвета разные. И на данный момент, наверное, очень сложно же найти что-то новое, что-то уникальное, чего у меня еще нет. Надеюсь, что данное видео было вам полезно. Если вам нравится, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Оставляйте комментарии внизу. Пишите, пожалуйста, заявки, которые еще из разделов моего бьюти-кейса вам хотелось бы увидеть поподробнее и более детально. Если вы еще не являетесь подписчиком моего канала, то скорее подписывайтесь на мой канал. И оставайтесь, пожалуйста, красивыми. Оставайтесь, пожалуйста, ухоженными. И до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok